так приступим к анализу военного оборудования супер современного вот нам этот дятел предоставил фонарь еще он состоит ну естественно корпус он вырвал тут живьем видать со столба прямо вот это подходит сеть 220 вольт вероятнее всего и вот тут светодиодные матрицы 4 штуки я потом проанализирую с ними как и что пока смотрим вот внешняя конструкция это то что светит вниз со столбов дальше это верхняя часть вот здесь эта антенка которая действует разрушающие на все живое вокруг и вот видим здесь плоское основание то здесь только светодиоды матрицы а здесь сам бокс в котором находится вот этот модуль радиопередающий и драйвера заглядываем нам этот эксперт раскрыл крышку видим вот этот вот радио модуль от он подключен только одним каким-то толстым кабелем которым так сильно разорялся вот это у нас драйвер опять же закрыты естественно в корпусе как этот так и этот герметично закрыты и все это находится в гермо боксе так как мы имеем дело с внешней средой зима лето жара холод дождь туман и так далее все это должно быть герметично закрыта и изолирована соответственно все вот эти вот коробочки они обязательно проклеены там или герметиком или силиконом как здесь так и здесь начнем анализ именно с этих светодиодных матриц как я уже сказал четыре матрицы у нас в каждой матрице по 8 светодиодов сразу говорю что обычно светодиоды они трехвольтовые в среднем плюс минус здесь их 8 штук при последовательном соединении получаем 24 вольта существует стандарт мировой между этими модулями то есть 12 24 48 вольт в среднем мы имеем дело тут с 24 вольтовыми модулями и видим вот эти тоненькие проводочки черный красный черный красный вот они подходят вот например черные к этому модулю подходит потом черный выходе с него ко второму модулю и красный подходит ко второму то есть эти модули подключены последовательно так же как и здесь то же самое видим черный здесь красный пошел он просто оторваны здесь так как модуль оторвали Все вот эти два модуля подключены сюда, и эти два модуля сюда подключены последовательно. То есть два отдельных пар модуля по 48 вольт. Так как эти модули по 8 ватт, вот эти вот светодиоды, я не буду вдаваться в подробности, но они 1 ваттные. Опять же по стандарту определенному. Видим, что да, они тут желтые, у них люминофор находится. Это обычное явление. Вот у меня в коробочке таких светодиодов всяких разных, и все с желтым люминофором, просто целый ящик. Самых разных, каких хочешь. Это светодиоды старого типа, 1 ваттные. Они требуют радиатор. 8 штук, все-таки, хоть тут и не 8 ватт рассеивается, где-то 5-6 минимум. Но достаточно для того, чтобы сильно греться. Поэтому они находятся на подложке алюминиевого радиатора. Герметично закрыты. Опять залито все силиконом. И вот у нас выходы через разъемчик. Как я уже сказал, последовательное соединение. Тут можете рассмотреть вот эти все номера, пробить их где-то в интернете. Как хотите. Проверить, что прав я или не прав. Вот вам самые различные ракурсы. И такие, и сякие. Вот еще такой основной ракурс. Да, почему здесь линзы? Как видите, лазерами тут не пахнет. Хотя бы потому, что, видите, проводочки здесь довольно тонкие. Почему они тонкие? Потому что 48 вольт. А так как матрица эти по 8 ватт, это значит 16 последовательно соединено ватт. То при 48 вольтах, это где-то 250-300 миллиампер по этим проводам идет. То есть ток очень мизерный относительно. Поэтому и провода тонкие. А так как я вам потом расскажу, что это все гальванически развязано. Поэтому здесь защиты специально никакой не делается на этих проводах. Они обычные проводочки. И вот у нас этот гермобокс. Приходят эти 220. Тоже изолировано. Все и герметично закрыто. Видим здесь какой-то модуль. Это специальный сетевой фильтр. Ничего в нем хитрого нет. Он тоже герметизирован. Только вот провода из него торчат. Там внутри находятся конденсаторы и дроссели. Все, больше ничего. Вот эта вот колодка, которой подведена 220. Вот синий коричневый провод. Это фаза и ноль. Земля. Цветной провод. Вот эта перемычка идет. Вот она пошла уже с фильтра. Вот эта вот идет на фильтр коричневая и синяя. А уже отсюда коричневая приходит через вот эту перемычку. То есть колодка используется просто как связующая. И уже дальше идет вот этот коричневый и вот этот синий оборванный. Это уже проходит через фильтр сетевой. То есть довольно щепетильно все сделано. И довольно-таки грамотно. Правильно. Так как у них там это все строго. Да. И теперь почему сетевой провод и вот этот такие толстые? Как утверждает эксперт, что это сделано преднамеренно. Нет. Это мировой стандарт. Если подходит сетевой провод и он гальванически не развязан сосновой, он должен быть обязательно в двойной изоляции как минимум. И вот мы видим вот внешняя оболочка изоляции и вот эта вот изоляция. Вот даже здесь еще изоляция есть. Но это специально вот эта вот уже цветная оболочка. Это для того, чтобы при больших температурах внутренняя часть не расплавилась и не коротнула между собой вот этими проводами. Поэтому еще дополнительная термооболочка вот внешняя дополняется. Это опять все по мировому стандарту. То есть именно если у нас гальванически не развязана сеть, она обязана идти толстым вот таким двойным проводом абсолютно изолированным. И вот у нас дальше пошло. Вот мы видим, тут он уже пообрывался. Вот это вот. И синий провод, и коричневые. Вот они обороны с этой колодки. И вот у нас еще одна выходная колодка. Вот это модуль драйверов для питания светодиодных матриц. Через вот эти вот проводочки. Вот черный-красный, черный-красный. Две пары, о которых я уже говорил. Вот здесь вот земля. Потому что обязательно металлические корпуса должны заземляться. Вот этот цветной провод, желтый-зеленый. Это все земляной. Вот он тоже проходит через фильтр. И вот это вот обязательное заземление. Вот это силовой модуль. Драйвер для светодиодных матриц питания. Еще раз можем посмотреть. Тут внимательно все, если кому очень надо. Вот здесь убеждаем, что здесь вот три провода выходят на разъем. Они нам потом понадобятся. И вот они приходят вот на этот силовой модуль. Вот этот разъем, который отсюда снят. И на радиомодуль приходит. И вот мы приходим к модулю драйвера. Вот этот провод тройной. Мы видим красный, оранжевый и черный. Вот черный-оранжевый это питающие, которые идут на радиомодуль. Через этот толстый провод. А вот это управляющие. То есть сюда приходит включение вот этого всего блока. То есть там на радиомодуль находится электронный ключ полевой, который просто включает вот этот вот в целом модуль. Вот туда же есть предохранительный резистор. Мы видим. Вот видим толстые вот печатные проводники. И вот что у нас здесь приходит. Вот сюда пришло 220 на эту колодку. Два провода, которые там уже откручены. Вот это предохранитель. Вот это вот три элемента конденсатора. И вот этот дроссель проходной. На каждую вот фаза 0 отдельно обмоточки. Это все является фильтром дополнительным. То есть двойной фильтр по питанию идет. Вот здесь вот колодка с обратной стороны. 220. Вот этот предохранитель. Вот эти конденсаторы. И вот четыре ножки этого дросселя. И вот прямо с дросселя идет прямо на диодный выпрямитель. Вот эти вот четыре диода. Это диодный столбик. Выпрямитель. Отсюда вот прямо вот с этих вот уже плюс-минус. Вот сюда идет на радиомодуль. Вот этот плюс-минус. Вот это уже ключ. Который включает полностью вот эту всю систему. Это вы все можете посмотреть. Я тут нащелкал этих скринов. Потом можете посмотреть по проводникам. Что правильно я сказал. А нет. Вот они вот толстые вот идут. С обратной стороны. С той стороны. Все можете увидеть. Дальше вот эта вот силовая часть высоковольтная. Она гальванически развязана с низковольтной частью. Здесь два трансформатора. Вот они. Вот здесь высоковольтная часть. Вот эти два драйвера. Один и второй. Здесь два высоковольтных транзистора полевика. Которые работают на эти трансформаторы. То есть здесь. Так как четыре матрицы. Две последовательно соединены. Вы видели что вот идут. Две пары проводов. Здесь два блока питания. Вот один блок питания. И второй блок питания. Вот они полностью тут. Вот этот транзистор управляется. Вот на этот трансформатор. Вот этот транзистор на этот трансформатор. Здесь у нас оптроны с обратной связью. Которые регулируют работу этих высоковольтных частей. Вот это пошла низковольтная часть. Вот мы видим опять. Вот оптроны. Обратная связь. Вот прямо с этого трансформатора идет на диод. Выпрямительный. Одноамперный. Здесь мы видим вот через маленький дроссель. Вот они вот конденсаторы электролиты. 220 на 100 вольт. И вот мы можем посмотреть. Вот они впаяны сюда. И прямо вот с диода. Через дроссель. Прямо, прямо, прямо. И выходим. Вот раз, два, три, четыре. Плюс, минус. Плюс, минус. Один блок питания. Второй блок питания. Все идет отдельно. Вот второй конденсатор. Второй диод. Дроссель. И прямая шина. Естественно, земля. То есть общий. Тут вот еще оптроны стоят. Вот если те оптроны с обратной стороны предназначены для стабильной работы высоковольтных частей, то те оптроны отвечают за ток. Дело в том, что у нас эти драйвера токовые, а не по напряжению. Так как модули светодиодные требуют токовой стабилизации. Вот поэтому здесь эти оптроны стоят на обратной связи. Как видим, можем опять посмотреть все вот эти проводнички. Все как здесь подключено, соединено. Здесь потоковые регулировки, конечно, довольно сложная схема применена. Так как все-таки здесь температура, влажность, броски напряжения. То есть все должно быть довольно надежно. Те устройства, которые работают на повышенных требованиях, то есть в внешней среде атмосфера, плюсы-минусы температуры, везде всегда предусматриваются запчасти, чтобы работали как минимум в два раза по запасу прочности. Вот и эти вот конденсаторы, они вот 220 микрофарад на 100 вольт. Так как здесь 48 вольт идет с этих драйверов, то, соответственно, здесь двойной запас. То же самое можем посмотреть по всем элементам. Ну, не буду уже так подробно. Но все можно посмотреть, что здесь двойной тройной запас. Вот еще вот рак. Вот, пожалуйста, 220-100 вольт. Все как угодно. Можете смотреть, все подтвердить, то, что я все говорил правильно. И вот радиомодуль. Вот этот разъем, который мы говорили. Вот он уже разобранный. Вот его характеристики. То есть видно, что это сделано не в Китае. У него частота работы 868 МГц. Это абсолютно стандартная частота для таких вещей. Для радиопередатчиков, приемников бытовых и вот такого специального назначения. То есть это находится между обычной сотовой связью. Вот 850-900 МГц. Обычный старый диапазон еще с GSM-связи. Тот участок, на котором можно этим модулем работать. Все можете проверить по даташиту. Вот все это можете найти. И вот мы открываем этот модуль. Видим, как я говорил, вот этот красный, оранжевый, черный провода. Вот этот красный, который идет на ключ. Вот он электронный ключ полевой. Здесь снимаем плюс-минус с диодных столбиков, а не переменка. И вот это вот плюс-минус, вот он плюс-минус идет на этот конденсатор. 4,7 микрофарад, 450 вольт. Этот электролит, который этот дятел долбил, ну раз 5-6, наверное, за ролик. И вот смотрим, что здесь. Вот этот ключ. Вот к нему подходит плюс. И вот этот плюс, он кидает на вот этот красный провод. Он включает полностью уже всю систему. То есть он дает питание на вот эти трансформаторы и преобразователи. Вот здесь мы видим, опять же, трансформатор. Тот же вторичный источник. Причем очень маломощный. По мощности можно прикинуть, что он не более 2 ватт. То есть, опять же, здесь никакими супер мощностями и не пахнет. Даже близко нет. Единственное, что вот здесь стоит этот ключ, который просто включает и выключает драйвер. Опять же, какие-то модуляции здесь проводить. Вот то есть, как он там говорил, что-то верещал, что эти светодиоды там как-то модулируются. Там подаются какие-то опасные модуляции, которые влияют на мозг. Там еще на что-то влияет у него. Ну, явно на что-то влияет у него точно. На самом деле, как я вам показал включение вот этой системы, видно, что этот ключ включает полностью весь драйвер. То есть, комбинированная схема применяется. Вот здесь вот отсюда берется участок выпрямленный, полностью фильтрованный и выпрямленный. Подается уже выпрямленное напряжение вот через эти провода на этот модуль. И здесь вот он уже сглаживается на 4,7 микрофарад. Мощности очень малые. 4,7 микрофарад, это, конечно, должна быть мощность не более 10 Вт для того, чтобы хоть как-то пульсации сдерживать на 50 Гц. И вот здесь вот этот ключ может только включить и выключить. Модулировать драйвера он никак не может. Потому что они просто-напросто сгорят. Они не способны, эти драйвера, работать по модуляции. Они или должны быть включены, или выключены. Все. И вот, опять же, здесь не больше 2 Вт. Вот этот трансформаторчик. Сейчас мы на него в разных ракурсах посмотрим. Вот видите, вот тут вот видно тоже. Вот видим минус, плюс. Вот они почти 300 Вольт. И вот управляющий. Даже видите, тут управляющего полевичка, маленького, вот тут стоит. Вот этот сам драйвер высоковольтный. И вот идет на этот трансформатор. Даже через шум такой резистор с малым сопротивлением. И мы видим, что с трансформатора приходит переменка. Вот диоды шутки. Вот они вход-вход. И плюсом они соединены вместе. То есть, как бы умочнее не идет. Ну, я так думаю, что здесь, наверное, 3,3 Вольта. Потому что, сейчас еще дальше покажу. Поэтому здесь вот параллельно диоды и стоят. Потому что 3,3 Вольта, так как резерв по питанию, как я уже говорил, должен быть. Вот они запараллельны для запаса. Вот здесь вот небольшой конденсатор. Видно, что он очень малой емкости относительно. То есть, соответственно, фильтрует что-то совсем малые токи. То есть, здесь где-то около 3,3 Вольта. Возможно и 5, но я склоняюсь, что здесь 3,3 Вольта. Поэтому здесь где-то может быть 0,5 А и выдается. Даже меньше. 200-300 мА. Вот тут вот мы видим некоторые ключики всякие. Вот тут драйвер стоит, наверное, на флеш-память, которая в том процессоре применяется. Сейчас мы увидим. А вот это 27 или 16, или 32, или 64. То есть, РПЗУ, в которой зашита программа именно управления. То есть, протокол обмена между центральной станцией и вот этой системой-модулем. Вот мы видим тут обратную сторону. Вот это абсолютно стандартный чип, который применяется в старых GSM-телефонах. Вот кварц. Вот здесь специальный контур такой создан. Вот это ПЧ-фильтры. И вот этот жучок. Это вот полевая сборка выходная для передатчика. Как видим, она настолько маленькая, что не позволяет подавать мощность сюда, ну, больше, чем пол-ватта. Все-таки это аналоговый режим, хоть и с чем модуляцией. Соответственно, у него меньше 50% КПД. И рассеивая мощность здесь при даже пол-ватта мощности, это то есть, где-то более пол-ватта на нем должно рассеиваться. Соответственно, если посмотреть на его размеры и не видно никаких-то тут еще радиаторов или теплонесущих частей, мы можем сказать, что он никак не может выдавать больше пол-ватта. Иначе просто сгорит. Опять же, резерв по питанию, как я говорил, по мощностям, по надежности. Это все должно быть предусмотрено. Здесь видно, что максимум он дает 200-300 мВт, я так думаю, на эту антеночку. Обычная совершенно антенна на 900 МГц, 800-900 МГц. Здесь низкоомные шунты, последовательно соединенные. Для чего это надо? Это снимается, я так понимаю, контроль по току и напряжению. Для того, чтобы передавать на центральную станцию данные, вот как включен или выключен все-таки этот ключ. Мало ли чего, он вдруг закоротил, сгорел, там еще что-то произошло с самими драйверами. То есть, проверка. Обратная связь. Когда передатчик центральный опрашивает, например, таких тысячу радиоуправляемых фонарей, у каждого зашит свой код идентификации. И вот когда каждый, например, полчаса или часа идет опрос. Вот тысячи фонарей. И у каждого свой код. Вот к нему пришел код распознавания. Он этот модуль понял, обработав на этом чипе, что ему надо выдать какие-то данные. Или включить-выключить фонарь, соответственно, определенному состоянию погоды, там солнца и так далее, дня и ночи. И вот он выдает информацию, что здесь или какой-то ток идет, или не идет. Есть какие-то напряжения, нету никаких напряжений. Вот это все сюда приходит. То есть, система работает в ждущем режиме постоянно. То есть, в какой-то момент времени, там раз в час, а то может и реже, может и чаще, подается сюда система распознавания. И обратная связь выпуливается сюда в мгновение, там каких-то долей секунд информация на передачу на центральную станцию, что вот здесь какие-то параметры, включен-выключен, например, модуль. Все. И вот каждый час, там или каждые полчаса, или каждые два часа происходит вот такой вот обмен информацией. Все. То есть, это все работает абсолютно в ждущем режиме. Это просто обычный радиовыключатель. Ну, с обратной связью определенной. У меня таких выключателей уже, наверное, больше 20 лет дома. Всякие разные. И радио, и инфракрасные есть. Я управляю это дома. Все. Ничего. До сих пор не сгорел, не оплавился. И мощность довольно невысокая. А надо учитывать, что фонарь стоит на 6-8 метров высотой. Что вам может вообще там быть? Вот эти вот модули, вот подобные, они у вас в старых телефонах, ну, сейчас в новых телефонах они еще помощнее. Вот такая вот антенна, только она более интегрированная. И вот такие вот модули. Все это у вас внутри телефона стоит, и вы прижимаете их к мозгу, и вот у вас он так жарится. И вы там часами беседуете. Вот это и есть огромнейшая опасность. А не то, что здесь вот пуляется, где-то стоит фонарь в 50-100 метрах от вашего жилища. Пуляет там раз в часть, за доли секунды какую-то минимальную инфу, и опять уходит в ждущий режим. И какой-то дятел, который считает себя профи-военным, вдруг вам вжаривает, такое фуфло гонит, просто загоняется аж. Вот смотрите, ничего, абсолютно ничего криминального, никаких датчиков тут не стоит. Никаких лазеров, никаких датчиков движения, ни распознавания, ни инфракрасных, ничего. Посмотрите, ничего тут нет. Абсолютно. Вот этот дятел вам разобрал, все показал. Сам не понимает, что он делает. То есть, как я вам сказал, не больше 2 ватт сюда мощности может подаваться для обслуживания вот этих микрушек, этого передатчика. Все зарезервировано максимально. Вот вам еще ракурсы. Вот эта антенна. Он что-то говорил про какую-то линзу. Правда, на этом варианте тут нету. Но как он вам показывал, что здесь какая-то капля. Ребята, это все покрыто обязательно лаком, так как все-таки в агрессивных условиях работает система. Как сам модуль силовой, так и вот этот радиомодуль. Они обязательно покрыты лаком. Там просто была капля лака от не очень аккуратного покрытия. И вот эту каплю лака он посчитал какой-то супер линзой. Где-то здесь он какие-то фазированные решетки видит. Где вы тут видите что? Обычный штырь, обычный согласующий противовес, четверть волны. Все, тут больше ничего нету. Абсолютно, абсолютно стандартный обычный модуль, который вы носите с собой. Вот такие вот, вот такие интегральные, только уже, конечно, поменьше модули. Они встроены в кучи ваших планшетов, сотовых телефонах. И в самых различных устройствах, которых переемопередающих. Ничего нету абсолютно криминального. Вот смотрите дальше. И вот этот долбодятел просто разобрал вот этот модуль и что-то вам там наговорил. Про какие-то синие светодиоды. Какие они там голубые. Там вообще этот вот бородатый этот юноша что-то вам про голубые вообще рассказывал. Какие они голубые. Они немножко синеватые. Цветодиоды характеризуются основными тремя свечениями. Теплый, холодный и нейтральный. Желтоватый, синеватый и белый. Дело в том, что вот в таких конструкциях, особенно когда внешне, вот в машинах у вас там, в фонариках, оно отдает синевой. Оно отдает синевой не потому, что оно какое-то лазерное оружие вставлено. Просто это холодное свечение при атмосферных осадках, а ведь этот фонарь предназначен для того, чтобы просвечивать туманы, дожди, снег. Ночью он должен светить достаточно высококачественно. А холодный свет, он тем более, когда линзы стоят, он направленный, как фонарики или вот как у вас в машине противотуманные фары. Он дает направленный, соответственно, который пробивает и туман, и дождь, и снег. Если же сюда ставить или нейтральные, или теплые светодиоды, они просто будут рассеиваться в том же тумане и давать эффект значительно ниже. Поэтому здесь применяются светодиоды именно с холодным свечением. А вот линзы стоят именно потому, что надо сделать направленное. И опять же, как он может на вас влиять? Вы ездите на машинах, вы вот по трассе едете на машине, у вас крыша металлическая над головой. Как вот этот вот передатчик, даже если он будет постоянно верещать, причем он работает почти на 900 МГц, а утверждает этот дятел, что тут 5G. Какое 5G? 5G это стандарт более 20-30 ГГц. Здесь более чем в 20-30 раз меньше частота. И это частота GSM стандарта. То есть вы телефоны держите возле головы постоянно, в отличие от меня, потому что, как я сказал, я пользуюсь Bluetooth. Я не пользуюсь телефоном, никогда не прикладываю в голове, по крайней мере стараюсь этого не делать. А это у вас находится в десятках метров. Вот это причем фонарь светит вниз, вот это его низ, а это его верх. Вот это металлическая конструкция. Вниз она полностью экранирует все эти излучения, которые могли бы здесь как-то хоть где-то проходить. Фактически вот эта антенна излучает направленность вверх. Здесь получается даже экран или отражатель. То есть передающая станция, которая контролирует вот эти все фонари, она тоже находится на достаточно высоком расстоянии от земли. И соответственно вот они между собой и общаются. А вниз практически ничего уже нет. И какие-то приборы зафиксировать что-то здесь абсолютно ничего не могут. Абсолютно. И опять же, вы едете по трассе в машине. Кто-нибудь разве ходит под этими фонарями или стоит под ними часами? Даже если предположить, что там у вас этот холодный свет как-то может. Вы что-то пялитесь на него, на эти линзы? Вы же смотрите просто на землю, смотрите как идете. Едете в машинах, все заэкранировано. Вы полностью сами находитесь в гермобоксах. То есть эффективность нулевая этой системы, если бы это даже было какое-то супер дикое оружие, которое вещает этот придурок. Я понимаю, что он не совсем придурок, он просто провокатор. А для чего нужно, я уже объяснял. Так что надеюсь вы поняли, что все это полный гон. И все верить вот этому дятлу и вот этому бородатому недорослю, они просто ваш мозг выносят специально. Получается, вот представьте себе, больше 80 тысяч там посмотрели уже этот ролик. Это же какие-то придурки найдутся, которые на самом деле начнут землянки рыть. Или куда-то убегать с городов. Начнут там где-то в какие-то леса землянки зарываться. Я не знаю. Это же трэш абсолютный. Абсолютный. Что вот, что они делают? Они вас выгоняют на истерику, вынос мозга. Вас отвлекают от насущных проблем, от реальных проблем. От то, что у вас телефон сотовый, вот представляет опасность. Его надо держать как минимум на полметра, а то и метр от себя. А разговаривать по телефону, прикладывать к голове категорически нельзя. Абсолютно. Вот это есть проблема, а не фонарные столбы. Ладно, все. Давайте подытожим мое разоблачающее расследование. Про то, что тут нет никакого шпионского и тем более жизненно опасного излучения, я уже безоговорочно доказал. Просто самое обычное и заурядное электронное оборудование для управления уличным фонарем. И про некую смертельную модуляцию с светодиодными матрицами тоже сплошная ложь. Вот еще раз, посмотрите. Вот силовой модуль, который питает светодиодные матрицы. Вот управление по включению этого всего модуля идет от красного провода. Этот красный провод идет на электронный ключ этого радиомодуля. Этим ключом управляется весь блок, его включение. Это то же самое, что, к примеру, если вы стоите возле своего выключателя, например, комнате и шандарашите по этому выключателю в 10, 20, 50, 100 Гц в секунду, включая его и выключая, что у вас выйдет? Лампочка просто сгорит. Или та аппаратура, которая подключена к этому выключателю. То же самое произойдет и здесь. Ну ладно, к примеру, будем считать, что все-таки как-то это срабатывает. Профантазируем. Но есть другая проблема. Вот это, вот как я уже говорил, это уже низковольтный выход, который поступает на светодиодные матрицы. Вот этот один выход плюс-минус и плюс-минус второй выход. Идет диод, дроссель и конденсатор. И тут, и тут. То есть это сглаживающие конденсаторы. Менее 300 мА потребления этих матриц. Конденсатор сглаживает пульсации настолько, что даже если пытаться вот сюда подавать какие-то управляющие, выключающие импульсы, все равно этот конденсатор все сгладит. И как бы вы тут что-либо не модулировали по входу, на выходе все равно будет постоянка. Ладно бы, если бы вот этот ключ и не один, а два, потому что здесь две пары. Вот здесь на плюсе, например, был обрыв. И сюда ставили ключ, и сюда ставили ключ. И вот этими ключами управляли с этого радиомодуля. Тогда да, можно было бы говорить, что идет какая-то модуляция. Но здесь не может быть из-за этих двух барьеров какой-либо модуляции в принципе. Так что эти светодиодные модули в Пи никак не могут ничего паразитного и опасного излучать. Потому что тут идет чистая постоянка на них. Никакой абсолютно модуляции нет. Все ложь и вранье галимое. Эти двое провокаторов устроили дикую истерику, заражая ваш мозг грязной ложью. Я даже не знаю, кто из них опаснее для общества. Этот лохотронщик – военный эксперт со своими многочисленными, но мало посещаемыми роликами. Или самозваный святошек, кормящий дерьмом свою паству на порядок больше по численности. За две недели этот зомбирующий ролик посмотрели более 80 тысяч. Виртуальные прихожане святой вере этой лжи теперь разнесут миллионам. Последствия могут быть просто ужасающими. Я требую этого лжеотрока Вячеслава выпустить опровергающий ролик и извиниться перед людьми за дикий обман. А то вы же знаете, у меня есть святой посох, который изгоняет бесов. Придется на нем провести испытания. Всем хорошего дня. До свидания.